Здравствуйте, еще раз. Добрый вечер в Москве и доброе почти утро здесь, в Торонто. И я так понимаю, что я начинаю лекцию, правильно? Да, ну, смотрю. Хорошо, спасибо. В прошлый раз те, кто были с нами, знают, что мы говорили о том, как работать с устными историями, с документами, которые собираются 70 лет после того, как историческое событие, которое они описывают, произошло. Сегодня я хочу поговорить о противоположном, можно сказать так, источнике, вообще противоположном материале, о том, как понимать и как анализировать документы, которые описывают события, которые происходят вот прямо сейчас. Более того, описывают его не в форме свидетельства, с которым историкам, в принципе, легко работать и понятно, что с ним делать, а описывают в форме художественной, ну, например, в форме стихотворения. И сейчас я или песни, или, ну, об этом я сегодня не буду говорить, но, в принципе, это тоже существует, или анекдотом, или там короткой какой-то историей. Вот, но прежде чем я начну рассказывать о самом материале, я хотела бы немножечко предложить исторический контекст, с которым мы будем работать, и просто рассказать о событиях, которые, вот эти материалы, с которыми будем сейчас работать, описывать, и потом вернуться к ним сами. Значит, я сейчас хочу поговорить о времени очень коротком, с конца июня до, ну, может быть, декабря 41-го года, только вот эти вот несколько месяцев. Как слушатели, наверное, все знают, это время, которое, значит, начинается война в СССР, на территории СССР, и вместе с армией Вермахт, вместе с немецкой армией, значит, ее сопровождают такие Einsatzgruppen, то есть такие маленькие элитные войска, задача которых ходит избавление от, ну, избавление от просто убийства тех, кого, как бы, немецкая разведка считает наиболее опасными для немецкого вторжения. То есть, ну, по большому счету, это коммунисты, это какие-то политические работники, это люди, которые находятся у власти, и евреи. И вот эта вот история, что вот эти вот маленькие, но очень хорошо организованные группы, Einsatzgruppen, они очень быстро вместе с немецкой армией начинают массовое уничтожение евреев. Значит, больше всего, чаще всего убивали евреев просто выстрелами, просто, значит, собирали, эта история, она довольно известная, там, собирали на площадях, собирали в каких-то городских центрах, или в центре маленького города, или даже в деревне, просили принести с собой вещи, драгоценности, одежду, потом вот это все забирали, говорили людям, что их сейчас куда-то отправят, или на работу, или куда-то еще, а потом вели и убивали. Иногда в колодцах, иногда в ямах, в оврагах, иногда в каких-то запущенных складах, или не запущенных, или в каких-то зданиях старых фабрик или заводах. И, в принципе, в начале 41-го года, то есть, ну, не в начале 41-го, а в начале войны, то есть, в конце июня, в июле, в основном убивали просто вот автоматами, автоматами или как-то из какого-то оружия. И, ну, к концу лета, 41-го года, немецкое командование начало получать жалобы от офицеров и от людей, которые, в принципе, собирали жалобы от своих собственных солдат, о том, что у них, значит, психологическая травма от того, что им приходится так много расстреливать, и у них травма рук, что очень много приходится нажимать на курок, и, значит, руки, там, пальцы болят, ну, такой, как, не знаю, как точно называется по-русски, такой Carpal Tunnel Syndrome, что, ну, пальцы вот болят, там, затекают. Ну, в общем, короче, эти жалобы очень часто стали писаться и, как бы, попали уже к Гиммлеру, который, значит, начал рассматривать вопросы, работать с учеными, которые там, значит, работают вместе с ним, и разрабатывать методы убийства, которые были бы не так психологически, физически тяжелы для людей, которые, значит, эти убийства проводят. И так появился эксперимент, значит, который называется газовый, как газ-вэн, такой грузовик, который, в который запускали людей сзади в каком-то количестве, закрывали дверь, впускали туда карбон-диоксид, значит, за 10 минут люди убивали, их выгружали, хоронили и запускали следующую партию. И так, значит, вот появился вот этот более эффективный метод истребления, который применялся фактически по всей оккупированной территории до середины или второй половины 42-го года. К концу 42-го года большинство населения, еврейского населения, которое отказалось под немецкой оккупацией, было уничтожено. Значит, цифры этого уничтожения, они примерно такие, что меньше, чем 1% евреев, который оказался на немецкой оккупированной территории Украины, выжил. Я не говорю сейчас о территории Транснистрии, которая была делегирована румынским войскам, там выжило больше евреев, даже где-то около, между 15 и 30% людей, которые там остались, в зависимости от того, где они были. В Беларуси тоже, кстати, цифры не очень понятны, не очень известны, но что-то такое между 5 и 10% выжило под немецкой оккупацией именно из-за этих убийств. Как вот эти инсайтсгруппы распределялись? То есть, инсайтсгруппа А, она шла из Литвы, из Восточной Пруссии, направлялась в Литву, Латвию, Эстонию и потом подошла уже к Ленинграду и убила евреев в Ковне, Риге и в Вильне. Значит, инсайтсгруппа Б, она начала из Варшавы и потом пошла в Белоруссию, в Смоленск, Минск, Гродно, Брест-Литовск, Слоним, Гомель и Могилёв, ну и другие места тоже. Потом, значит, инсайтсгруппа С, она начала из Кракова и потом оказалась в Львове, Тарнополе, Злочеве, Харькове, Житомире и Киеве. Именно эта инсайтсгруппа С отвечала за расстрел евреев в Бабьем Юру. И, наконец, инсайтсгруппа Д, она, значит, оперировала на юге СССР и отвечала за убийство и провела убийство евреев в Николаеве, Херсоне, в Симферополе, Севастополе, Феодосии и Краснодарском крае. К середине, к концу 42-го, началу 43-го года по немецким источникам эти все группы, четыре из них, убили примерно миллион советских евреев. Потом эти цифры сейчас как бы пересматриваются и пересчитываются, но по их источникам и десятки тысяч политически неблагодонадежных для немецкой армии людей, комиссаров, партизанов, цыган и психически больных пациентов, которые были захвачены в больнице. А, и как бы вот этот контекст, я прошу прощения за его неприятное содержание, но, к сожалению, никак нельзя обойтись без него, необходим для того, чтобы как бы оценить вот эти материалы, о которых я сейчас буду рассказывать. Значит, как только вот эти Einsatzgruppen начали уничтожение евреев, и даже как только немецкие, еще до того, когда немецкая армия вошла в некоторые города и в селение Украины, сразу начинают появляться свидетельства о том, что происходит. И свидетельства эти появляются в очень интересной, может быть, ну, на первый взгляд, неожиданной форме, в форме стихов и песен, которые описывают то, что происходит там, где люди живут, и там, и вот в то время, когда они пишут эти стихи. Благодаря тому, что сохранился архив Ильи Эренбурга, благодаря тому, что сохранился архив Киевского института еврейской культуры и некоторые другие материалы, ну, в основном эти два остальных, и архив еврейского антифашистского комитета, у нас есть возможность сейчас читать вот эти стихи и эти песни, которые написаны в 41-м году евреями на оккупированной территории. Фактически, ну, по статистике, людей, которые, скорее всего, прожили, может быть, неделю, может быть, две после того, как они эти стихи или песни написали, каким образом они попали туда, куда они попали, это тоже интересная история, если у меня будет время, я сегодня о ней тоже расскажу. Но важно, как бы, для контекста того, о чём мы сегодня будем говорить, понимать, что это написано в дни оккупации, может быть, как свидетельство расстрелов, и люди, которые писали стихи и поэмы о том, что они, и песни о том, что они видели, они, скорее всего, не дожили до, не просто до окончания войны, а вообще не дожили даже в какого-то времени середины войны, чтобы осмыслить то, что они видели, и как-то это контекстуализировать. То есть то, что они пишут, это вот то, что они, как они понимают сейчас. Часть этих стихов выжила в письмах Оренбургу, и часть была записана этнографами, этномузыкологами, фольклористами на поездах, которые везли еврейских беженцев или эвакуированных куда-то в центр страны, или в Куйбышев, например, или в Сталинград, то есть даты вот этих песен, они тоже являются где-то ноябрь-октябрь 41-го года. Эти люди скорее выжили. И вот эти вот материалы, они существуют на двух языках, на идише и на русском. Я хочу сейчас показать вам несколько из этих материалов, потом мы обсудим, что они такое, и как они могут нам помочь в изучении того, что происходило, и вообще, что с ними делать. Потому что вот эта вот история о том, что люди, которые не очень образованные, которые, у них нет инстинкта, например, сразу записывать свидетельство, дневник писать или какое-то описание того, что происходит, но им есть что сказать. Это вообще очень интересная такая история, и она касается источниковедской медической базы не только Холокоста, не только уничтожения евреев, но и многих разных событий советской истории. Например, вот этот голод на Украине. Про него очень мало свидетельств именно вот таких людей, которые через это пережили или не пережили. А существует очень много стихов, написанных по какой-то причине или песен об этом голоде, которыми ученые, в принципе, мало что знают, что думают. Ну, в общем, не будем сейчас забегать вперед. Давайте посмотрим на некоторые стихи и песни, которые записаны в этом контексте. Значит, первое, что я хочу показать, первая песня, она написана на идише. Вот сейчас я попробую поработать с этим пауэрпойнтом. Ира, а как мне нажать на слайд, чтобы было видно следующее? А, ага, это я нажимаю или это вы нажимаете? Так, ну хорошо. Стрелочка, стрелочка. Так, ну ладно, я не буду терять драгоценное время на игру с компьютером, хотя, конечно, это очень всегда развлекает и меня, и слушателей. Но вот это, значит, текст этой песни, которая записана Шоломом Купершмиттом в октябре 1941 года. Значит, он записал ее в поезде, который едет от беженца, ну, вообще непонятно точно от кого, потому что этой информации в архиве нет, ну, где-то там, когда он едет в поезде в Куйбышев где-то, значит, в октябре 1941 года. Ну, это идишский текст, но для тех, кто свободно не читает такой идиш, который плохо видно на этом экране, я почитаю русский перевод этой песни, который издался в СССР в 1947 году. Во вторник, ох, моя свадьба была, а в субботу уже к нам беда пришла. Утром приказ палачи принесли, всех нас на страшную смерть повезли. Не щадились ни дитя, ни старик, отцу, чтоб молчал, вырвали язык, мать увели душить на задний двор, отрезали нежные груди у сестер. Мужа заставили на флейте играть, потом себе же могилу копать. Долго глумились палачи над ним, в землю закопали, ой, живым. Лежала я в яме, пока день стих, притворилась мертвой, обманула их. Не вижу с тех пор я ни солнца, ни дня, под сердцем ребёночек у меня. Этот текст-перевод, который, я считаю, в русском языке звучит гораздо лучше, чем он звучит на идише, более литературный, рифма какая-то есть. Но это текст вот этой песни, которую он записал. Если мы подумаем, как бы, что вот мы сейчас услышали и что мы сейчас конкретно разбираем, несколько моментов я бы хотела обсудить поподробнее. То есть, в этой песне существуют уже элементы, которые скоро нам станут знакомы, как такой стандарт описания того, как убивали евреев во время войны, во время Холокоста. То есть, ну, во-первых, не щадилось ни дитя, ни старик. То есть, убийство младенцев и маленьких детей и убийство стариков. Пытки, то есть, отцу вырвали язык, значит, отрезали груди у женщин. Тоже история, которую мы часто слышим и читаем в литературе и слышим в свидетельствах. Вот этот элемент, когда муж заставили играть на флейте, а потом копать себе могилу. Это, значит, всё, что это материал, который, эта информация, которая нам знакома. То есть, большинство из нас это стихотворение слышит первый раз. Но, тем не менее, вот эти вот образы, они не являются для нас никакими новыми. Ну, что я хочу сказать здесь, и что мне кажется важным подчеркнуть, что вот это вот стихотворение на идише, оно начинается, значит, «Шаббас судистикт, байнах, значит, была моя свадьба». То есть, моя свадьба была во вторник, а в субботу пришла беда. И у нас есть такое подозрение, ну, или у нас есть такой инстинкт, сразу читать это и думать, вот надо же, как человек описывает то, что происходит, и с такими подробностями, и с такими деталями, которые дают возможность понять, как все происходили убийства. Но, если мы начинаем сравнивать вот этот вот текст с тем, что, с теми песнями на идише, которые существуют, описывая погромы, которые происходили раньше, скажем, в 18-м году, или в 903-м году, или в конце, там, в Кишиневский погром, 1881-й, или даже песни на идише, которые описывают вот эту резню Хмельницкого, то нам открывается много что интересного. Ну, например, вот конкретно эта песня, которая начинается с «Шаббес ганс фризу», «Дос умгли геше», значит, вот эти слова, то есть в субботу произошло это несчастье, оно прямо, вот есть такая уже песня, которая опубликована на идише, и записана в коллекции Гинсбурга Марака, которая вышла в Петербурге в 1913 году, и описывает эта песня, совсем не, как бы, не войну, естественно, потому что она записана в 1913 году, а описывает она погром 1903 года. И многие элементы вот этой песни, которая, как бы, описывает для Купершмитта 1941 год, она есть и там, то есть, например, то, что отцу вырвали язык, и то, что женщин насилуют и отрезают груди, это история, которую мы видим в погромных песнях на идише, я бы сказала, с конца 17-го, но точно с начала 18-го века. Она по-разному рассказывается, по-разному рифмуется, но вот эта вот вся история, она, в принципе, не новая, она не является свидетельством того, ну, как бы, может быть, она является, но мы не знаем точно, то, что так писали раньше, до того, как люди это видели, это точно имеется, это точно есть. Значит, в самой песне описана вот той, которую я вам сейчас прочитала, которую мы смотрим на экране, она рассказывает о том, об убийстве, которое не является механизированным. Вот мы начали этот рассказ сегодня с того, что я рассказывала про эти Einsatzgruppen, и как они убивали евреев, и стреляли, и потом эти газовые, и всё. Этого в этой песне мы не видим. Для нас это, значит, убийство, которое описывается в этой песне, это убийство, которое происходит, осуществляется людьми, которые стоят рядом друг с другом, людьми, которые, может быть, друг друга знают, может быть, и нет. Но, тем не менее, это не является какой-то машиной, какой-то механизированной, вот такой вот безличной машиной, когда тот, кого убивает, не понимает, кто его убивает, или кто его заставляет что делать. То есть это, как вот эта концепция intimate violence, о которой мы говорили в прошлый раз, то есть жестокости между людьми, которые рядом друг с другом, она здесь очень ясно видна, и она имеет довольно мало отношения к тому, что происходит на Украине в 41-м году, но имеет много отношения к тому, как происходят погромы в начале 20-го и в конце 19-го века. Пытки, изнасилования – это история, в принципе, погромов. И вообще вот эта история, как бы, изнасилований и сексуального насилия, она очень важная и очень недоизученная история погромов начала 20-го века в России, о которой сейчас много говорят и много пишут, что есть места на Украине, в которых чуть ли не 70% женщин возраста от 8 до 80 лет были изнасилованы в результате этих погромов. И потом появляется много, кстати, законов еврейских, которые как-то решают, что делать с этими детьми, которые рождаются в результате этих погромов, как потом, как вообще продолжать жить со всеми последствиями этих изнасилований. И, конечно, изнасилование является важной частью фольклора погромов, которые появляются прямо тогда. То есть даже в нашей песне на него существует намек. То есть «отрезали груди у сестер» – это может быть как после изнасилования, или, может быть, это как бы метафора изнасилования. И, конечно, то, что песня эта кончается тем, что «под сердцем ребёночек у меня». Можно это сказать, что у неё была свадьба, и она забеременела. А можно сказать, что это последствия изнасилования. И вот эти вот слова, что «под сердцем ребёнок у меня» в результате изнасилования – это тоже строчки, которые мы видим в песнях о погромах, которые были написаны раньше. И более того, вот эти свидетельства, о которых мы сейчас говорим, вот эти песни, вот эти стихи, я думаю, что это не случайно, что они появляются именно в поэтической форме. Потому что я долго думала и обсуждала это с коллегами, вот что заставляет человека, который, скажем, видел расстрелы, или сбежал от расстрела случайно, прийти домой или прийти куда-то, достать ручку, бумагу и написать про это песню или стих. То есть это надо как-то не просто записать, что я видел, а написать именно стих. И с нашей точки зрения людей, которые всё время что-то пишут, или, там, не знаю, может быть, студенты пишут курсовые работы, или там мы пишем книги или статьи, или даже мы на социальных сетях что-то пишем. То есть для нас вот этот вот момент, что мы что-то записываем в прозе, то, что мы видим и то, что мы об этом думаем, он для нас кажется естественным. Но я думаю, что человек, который вот в 41-м году не является профессиональным писателем или журналистом, или даже, может быть, не закончил 8 классов школы, или 7 классов школы, а ему или ей, чаще всего ей, потому что большинство этих стихов и песни написано женщинами, нужно рассказать о том, что они видели, что они чувствуют. Они обращаются к тем литературным источникам, которые они знают. Они знают песни, они знают стихи, они их слышат. И вот тут происходит момент, который очень редко удается запечатлеть. Как создается новый фольклор на основе, новые исторические свидетельства на основе уже существующего. То есть они видят то, что они видят, они берут песни, существующие о жестокости, которая произошла в прошлом, и немножко их меняют, чтобы рассказать о том, что они видят сейчас. Я помню, что вот этот момент, когда вот старые песни или старые стихи о прошлых событиях считают, что это о чем-то новом, я его тоже сама как бы помню, ну, к счастью, не о войне, не о погромах, но я вот помню, что когда во время войны с Афганистаном там всякие песни начали быть популярными, «Зачем нас убивают?» и вот такие, с такими словами, которые казались, что они действительно говорят об этой бесполезной войне и зачем ее нужно, и критикуют правительство и все. Но потом оказывалось, что эти песни были написаны как раз о Первой мировой войне или там даже о Великой Отечественной войне, но слова, об этом никто тогда не думал, было важно их петь и говорить их о том, что происходит сейчас. И я думаю, что, в принципе, вот этот процесс о том, как существующие песни на Идиши, они становятся, они дают язык, чтобы описать то, что человек описать не может пока, и дают эмоции, чтобы описать это так, чтобы было это эмоционально, это вот эти первые свидетельства Холокоста, первые свидетельства уничтожения евреев, с которыми мы сейчас работаем, с которыми мы имеем дело. И то, что они появляются на Идиши, это тоже не случайно, потому что люди, которые вот эти песни на Идиши создают и пишут, для них это естественный язык, с которым они обращаются, чтобы рассказать то, что они видят. И более того, я думаю, что даже те люди, которые на Идиши, в принципе, уже особенно не говорят каждый день, они знают эти песни, потому что, знаете, что язык, песни и название еды, которое, значит, готовят в доме, это последнее, что забывается из родного языка. И поэтому, может быть, если даже они каждый день говорят по-русски или по-украински, ну, что редко, но бывало, а тем не менее, песни, которые описывают жестокость по отношению к евреев, вот этот язык у них Идиш. И поэтому это не случайно, что, значит, вот эти песни так появляются. Постепенно мы начинаем наблюдать, что вот эти песни, они еще все очень похожи на погромные песни раннего времени, но они уже начинают описывать то, что происходит сейчас. Я вот хочу, Ира, если можно следующий слайд показать, поговорить, значит, о... А, нет, еще следующий, это просто перевод этой песни на английский. А, да. Вот это, значит, следующий источник, который я хочу вам показать, не переживайте, вы не надо так внимательно читать, у меня есть переводы, есть там побольше слайд. Но вот это документы, которые собраны в... Просто образец документа, чтобы посмотреть, в архиве еврейского... Ну, кабинета еврейской культуры в Киеве, которые, значит, во время войны записывают песни на идише, которые описывают войну. И вот эти песни тоже записаны нашим другом Купершмиттом, который мы сейчас только что читали. И вот так выглядит оригинал. И они, даты всех этих песен, если вы присмотритесь внимательно, видите ли вы мою стрелку, то они все, значит, вот первые... А, вы ее не видите. Но вот если вы смотрите на эту вот эту описанину, то вот увидите, что есть четыре столбика, да? И самый правый столбик, в самом низу написано 1941 год, да? Это дата, когда записана эта песня. То есть все они... Мы очень мало знаем, кто их пел, но мы знаем, когда они создавались. И если можно, следующий слайд, пожалуйста, покажите. Вот. И вот есть эта песня, которая для вас немножко увеличила и перевела ее на английский язык. Сейчас по-русски тоже прочитаю. И она называется Дишхита. Значит, Шхита как резня. И это слово на идише, на иврите, оно обозначает как резня животных, которых потом надо будет... которых потом употребляют в пищу, да? И вот это вот выражение Шхита, оно, в принципе, во время погромов по отношению к евреям не употребляется. Ну, очень-очень редко и как бы не массово. А вот в песнях, которые, стихах, которые уже начинают описывать саму войну, появляется вот этот язык. Ну, и как вы видите, значит, о чем вот эта песня пишет, сорок первого года. Маленькие дети умирают на глазах матери. Стариков берут из дома и кладут их живыми в могилы. еврейские женщины гешемт, гешемт, опозорены, опозорены. И Гитлер, и его банда дала такой приказ. Вот это вот здесь уже, здесь уже нам есть о чем немножко поговорить, о том, что происходит, как мы датируем ее не только тем, что там дата написана, но и тем, что в песне написано. Во-первых, появляется Гитлер, который... Сейчас, одну секундочку, я прошу прощения, одну секундочку. Извините, пожалуйста. Во-первых, появляется Гитлер, которого мы не видели раньше. Во-вторых, описание смерти, значит, что живыми кладут в могилу, оно повторяется из прошлого, но становится уже более конкретным, из кого именно кладут в могилу. А некоторые вещи, они остаются из погромных песен. То, что дети убивают на глазах матерей, и то, что еврейские женщины опозорены. И это у нас все идет из погрома. Вот эта история о том, что детей убивают на глазах родителей, мы ее следим, в принципе, в русской литературе еще у Достоевского, когда, если вы помните, в «Братьях Карамазовых», там, значит, описание идет погрома, но не еврейского, не еврейского, это там жестоко теосетинцев описывается. И вот этот вот образ, дети, детей на глазах матери, он очень хорошо описан, и он очень часто повторяется в песнях о погромах. Историки не знают точно, как происходили эти убийства. Я об этом говорила с Олегом Будницким, о том, как понимать вот эти вот песни. То есть, описывают ли они то, что происходило, или они описывают то, как люди знают это описать. Ну, и он считает, что, в принципе, большую часть того песен, о которых мы сейчас говорим, что они уже существовали в погромах, включая то, что люди сами копали себе ямы. Я не знала, что это существовало в погромах, но он говорит, что эта практика существовала, и я доверяю как бы его знанию этого гражданской войны, погромов гражданской войны, что эта практика существовала, и что даже эта практика, она приходит в эти песни не из описания того, что люди видят, а всё-таки из более старых песен. Но Гитлер – это Гитлер. И так постепенно вот этот язык и вот эти вот рассказы, они становятся ранними свидетельствами того, что происходит с евреями. Я сейчас не буду больше анализировать этот текст, но я обещаю, что я к нему вернусь, и вот то, что происходит с погромов, оно окажется важным буквально через 10 минут, когда я вам покажу некоторые другие материалы уже на русском языке и потом все их вместе проанализирую и расскажу. У меня есть одна гипотеза, почему их изучать и что с ними потом стало. Сейчас я вам с ней поделюсь тоже. Но пока я хочу показать другой источник, уже написанный на русском языке, написанный женщиной по имени Рая Леонидовна Зеленкова, которая была в Пятигорском районе во время войны. И в 1941 году она написала письмо Илье Иренбургу в стихах. Ира, если можно, следующий слайд, пожалуйста, покажите. Да, ну, да, хорошо, мы его оставим, но это не совсем то, что я хочу прочитать. Нет, нет, да, вот это, это, нет, вот то, что было раньше. Значит, и она написала вот это письмо в стихах. Оно называлось так. Так, я хочу мстить. Быстро все так изменилось. Стало нечем нам дышать. Появились варвары. Украина стала рыдать. Прицепили евреям ленты. Отделили от всех людей. Ют капут кричали немцы, потому что он еврей. Раз немецкая гестапо созывала всех мужчин. Подхватили на машины, убивали без причин. Ох, если б я имела волю, я б отомстила без конца, перебила б всех бандитов, которые убили моего отца. Ну, и так далее. Значит, Эренбург получает это письмо, это просто отрывок, который я вам прочитала, и пишет ей. Большое спасибо за письмо. Очень хорошие стихи. Но не могли бы вы написать в прозе, что там происходит? Она ему отвечает. Большое спасибо. Я очень вообще в восторге, что вы ответили мне. И, конечно, я напишу все, что вам нужно. И посылает ему еще стихи. Значит, еще стихи. И вот так идет эта переписка. Он ей пишет. Большое спасибо. Очень интересно. Пришлите описание того, что происходит. А она ему опять присылает эти стихи. И в конце второго письма она пишет. Вы извините, что я вам пишу эти стихи. Но я их пишу, потому что у меня всего 4 класса образования. И я не могу описать словами, что происходит. А вот стихи я могу писать. И вот этот вот ответ, он, в принципе, очень много проясняет, почему люди пишут стихи, а не свидетельства. Потому что с нашей точки зрения 21 века стих написать гораздо сложнее, чем свидетельство в прозе. А с точки зрения человека, который живет в этой устной культуре, знает, как петь, но не очень знает, как писать прозу, это ответ, который она ему дает. И тут уже в этом тексте гораздо больше специфических деталей того, что происходит. То есть про ленты, которые евреям прицепляли. Ленты, кстати, они звезды. В очень многих местах на Украине звезд не было. Были другие какие-то идентификационные знаки. То, что, значит, вот это немецкое выражение, «юд, капут», оно тоже сюда входит. То есть, в принципе, вот эта вот песня, она более-менее начинает описывать то, что происходит теми словами, которые автор, как бы, заимствует из уже существующего языка, из уже существующего фольклора. Значит, более так, вот эта вот песня, которые вы сейчас видите, эти стихи, которые вы сейчас видите на экране, и некоторые другие, написаны немножко позже. Они уже говорят о вещах, которые после войны становятся табуированы. И вот эта история, которую я хотела бы поговорить, если есть какие-то комментарии, вопросы, я бы хотела это обсудить, потому что я об этом все время сейчас думаю, и не знаю, как это правильно написать, и как это понять. Значит, одна из самых табуированных историй того, что происходит с евреями во время войны в СССР, является то, что людьми, которых легче всего было оставить, и людьми, которые оказывались в самой большой опасности, были маленькие дети. Почему? Потому что маленькие дети, если, значит, когда возникла ситуация, что эвакуироваться уже поздно, но можно куда-то бежать, маленькие дети не могут идти, маленьких детей надо нести, маленькие дети кричат. В общем, маленькие дети, чем меньше, чем моложе, чем три года, они создают дополнительные опасности для всей семьи. И получается, что очень часто приходится семье принимать какое-то решение, что делать. Или всем оставаться с этим ребёнком, или кому-то спасаться, например, дети постарше, или сёстры самих родителей, или даже их собственные родители. То есть всегда вот идёт такое-то вот... Ну, всегда надо принять какое-то решение. Решение невозможно. Решение, которое невозможно принять правильно, неправильно, тем не менее, что-то происходит. И тут такая есть штука, что получается, что свидетельства, которые остаются о том, что происходит в эти первые месяцы войны, когда можно убежать, но ещё, но уже поздно эвакуироваться, что происходит такой разговор, что бабушки или дедушки говорят, немцы были культурные люди, мы их не боимся, мы останемся здесь, кто-то должен смотреть за коврами, кто-то должен смотреть за коровами, они нам ничего не сделают, и ребёнка, младенца, оставьте со мной, а потом вы устроитесь, и мы к вам приедем. И вот эта вот история о том, что бабушки и дедушки предлагают и не хотят эвакуироваться, не хотят бежать, и оставляют с собой младенца, это очень частая история в советско-еврейских семьях. Более того, вот это вот поколение советских евреев, родившихся в конце 40-х годов или в середине 40-х годов, то есть, ну да, вот это поколение, если с этими людьми поговорить, то очень часто есть история о брате или о сестре, которые погибли во время войны не очень известно как. Иногда бывает погибли на поезде, погибли в эвакуации, или погибли, или вообще их не было, и в общем как-то не очень понятно, были ли они, что там был этот ребенок или нет. И вот эта история ребенка, который каким-то образом погиб во время войны, она есть, ну существует, я не хочу сказать в каждой еврейской семье, потому что это я не знаю, но я вчера, в прошлый раз рассказывала, что я провела почти 500 интервью, интервью и формальных, и разговариваю с людьми несформально, всем есть что про это сказать. То есть, вот эта история ребенка, который существовал, но который каким-то образом исчез, она сохранилась в качестве такого семейной тайны. Более того, когда, значит, чрезвычайные комиссии НКВД начинают проводить расследование, что происходит, они начинают слышать истории об этих детях, об этих свертках, которые как-то оставлены на дороге, с тем, чтобы их кто-то подобрал, и там родители убегают, и говорят, возьмите его, воспитайте, или просто оставляют надеяться, что кто-то возьмет в это ребенка. И, ну, по свидетельствам очевидцев, некоторые дороги на Украине, и даже в некоторых местах Беларуси, там, где вот эта дорога к лесу, там просто вот лежат вот эти свертки этих младенцев, и я вот эту картину не могу себя как-то заставить не видеть. И это история, которую очень сложно записать именно в качестве свидетельства. Но это история, которая очень даже имеет место быть в песнях, записанной вот в это время. И вот эта песня, которую вы сейчас видите на экране, которую, если я сейчас найду этот, которую я найду, которую я хочу вам прочитать по-русски, эта песня рассказывает, опять-таки намекает, но тем не менее рассказывает вот эту историю. Она называется «Прощай, дитё». Ну, и я хочу как-то это суммировать, чтобы не... Это длинное стихотворение, но поэтому почитаю его не полностью. Значит, не плачь, дитё, не надо. Слёзы не помогут тебе. Когда ты вырастешь большая, всё ты вспомнишь обо мне. Ты родилась несчастлива, третий год ты без отца. Я осталась со с тобою, грусти моей нет конца. Не раз спрашивали меня, почему так плачу я. Тебе ответ даю на это. Подрастёшь, поймёшь сама. Тебя я часто принимаю, на груди у меня тоска, что расставаться с тобой надо и пойти не знать куда. Хочу жить, я молодая, тебя большую увидать, а теперь оставайся счастлива и вспоминай ты свою мать. Я ухожу, тебя бросаю, чужие люди тебя примут. Если жива я останусь, письмецо тебе пришлю. И в конце этого стихотворения написано, что написано во время мобилизации еврейского населения в концлагерь. Сложно понять, что конкретно имеется в виду о мобилизации в концлагерь, потому что, может быть, это идёт угон в Печору, но, скорее всего, это, конечно, написано не во время мобилизации ни в какой лагерь, а написано, когда появляется возможность у человека убежать и куда-то уйти, и ребёнок в эту дорогу, его с собой взять нельзя, потому что в концлагерь брали как раз с детьми. Дети не оставались, наоборот, как бы их собирали и хотели, чтобы нести, и рекомендовали, чтобы их там помогали нести. Ну, в общем, вся эта история совсем другая. То есть, это стихотворение нам рассказывает о том, о том, что рассказывать и вспоминать никто не хочет. И более того, что, как бы, вот эта вот строфа, она не даёт мне покоя, не знаю, что вы думаете про неё. Хочу жить, я молодая, тебя большую убедать. То есть, если она хочет жить и поэтому её оставляет, то при чём здесь концлагерь. То есть, даже в таком стихотворении, которым рассказывается о том, что ребёнка оставляют, всё равно вот эта недосказанность, эта табу, эта тайна, она остаётся. Но это самый лучший источник о том, что это всё-таки, да, происходило. Потому что устные истории, они практически на эту тему молчат. Потому что, если мы начинаем думать о том, как мы хотим помнить войну, и как мы хотим помнить, что евреи во время войны делали, последнее, что мы хотим помнить, что этих детей кто-то оставлял. То есть, вот этот образ, что мать спасает младенца и не даёт ему умереть, этот образ, с которым мы готовы жить, и который мы готовы помнить, и который мы готовы как-то увековечивать. Образ матери, который спасает более старшего ребёнка и оставляет свою собственную мать и маленького умирать. Это образ, с которым ни одна культура, ни одна цивилизация, включая, конечно, евреев, жить не готова. И вот эти песни, источники, созданные во время войны, они дают нам возможность узнать о том, что происходило, и как люди понимали то, что они делают. Других источников у нас на эту тему нет. Теперь я хотела бы дальше продолжить тему того, что мы делаем с этими материалами, что с ними происходит потом. Значит, все эти материалы, которые есть у меня и с которыми теперь знакомы вы, они собраны в архивах государственных организаций, то есть Киевский институт еврейской культуры, а также из архива Ильи Эренбурга. Значит, Илья Эренбург – журналист, известный человек, который получает кучу писем от всех людей, живущих в СССР, евреев и неевреев, но очень много от евреев тоже, которые видят в нем, ну, человека, который может как-то помочь, может что-то сделать, может как-то знать, имеет платформу, чтобы об этом сказать. И Эренбург эти письма собирает. Интересно потом посмотреть, что он с этими письмами делает. То есть, конечно, у него есть секретариат, люди помогают ему их читать и с ними как-то работать, но он их, с ними делает разные вещи. Во-первых, видно, что человек их читает, потому что пи-ответы этим людям существуют тоже, копии хранятся в архиве. Во-вторых, не будем забывать, что Илья Эренбург имеет очень хорошие связи с еврейским антифашистским комитетом, в котором сидит очень много поэтов, которые пишут на идиши. То есть, как бы вопрос в том, понимает ли Эренбург на идиши или не понимает, он до сих пор вопрос, который обсуждается, но, скорее всего, он идиш понимает, но, конечно, на нем не пишет, но у него есть полно друзей, включая Соломона Михоэлса, Бергельсона, Ицека Фефера и Переца Маркиша, которые сидят, Льва Квитко, которые сидят в еврейском антифашистском комитете или не сидят, но которые могут эти письма прочитать. Сам он может тоже прочитать эти письма по-русски. И тут по ним возникает такая интересная штука, что к концу 42-го года Эренбург начинает писать очень важные, мотивационные статьи для газеты «Красная звезда», которые становятся, ну, вообще символами советской пропаганды во время войны. Известна эта статья «Убей немца». И потом его хороший знакомый Константин Симонов пишет стихи, которые называются «Убей его», которые, ну, я не знаю, как вы, но я точно изучала в школе, в Москве в 90-е годы. И статья Эренбурга про «Убей немца» это статья, в принципе, потом разобранная на песни, на фольклор, на цитаты, в общем-то, «Не жалею его, немец, он враг, он враг, зверь» это все выражения, которые нам хорошо знакомы. Но если мы начнем думать, что вот в этой статье именно написано и что написано в стихотворении Константина Симонова «Убей его», то тут возникают интересные вещи. Например, в стихотворении Симонова «Убей его» мы видим сцену, как пытают старушку мать, как насилуют девушку, которой ты боялся подойти, как повесили старого учителя. Все вот эти образы, все эти образы, они довольно мало что говорят о том, как немцы обращались с людьми на оккупированных территориях. Но это очень хорошо знакомые нам образы погромов и описание того, что происходит с еврейским населением во время этих погромов. И тут получается такая штука. Когда я увидела эти сходства, то первое, что мне пришло в голову, что, ну, наверное, они посмотрели эти стихотворения Симонова, прочитали статьи Еренбурга и стали писать вот такие стихи и свидетельства, основываясь на этом материале. А потом, то есть я уже это даже написала, а потом пошла в Википедию, ну, вы, конечно, никогда не пользуетесь, но я иногда, да, посмотрела, когда даты, когда написано, то что. И оказалось, что Симонов 42-й год, Еренбург 42-й год, и вот эти источники, которые я читаю, которые вы сейчас читаете вместе со мной, ну, исключая вот этого стихотворения про табу, они написаны были раньше, и они были посланы им. То есть можно подумать, я не знаю, права я или нет, но может быть, существует такая возможность, что вот эти образы врага и вот эта пропаганда того, как надо с врагом бороться, и вот эта вот вся советская пропаганда, она была, то есть вдохновление от того, как это написать, чтобы это людей мотивировало, оно пришло вот из этих первых полуграмотных стихов на идише и на русском языке, написанных в оккупации. Оно пришло от людей, которые использовали вот эту старую риторику погромов и погромных песен от и в переводе на русский язык, и в переводе для более широкой аудитории. Конечно, ни у Симонова, ни у Иринбурга, мы не найдем никаких ссылок в таких больших статьях на евреев и на то, что это происходило с ними. Но вот эти картины насилия, они никуда не деваются, и они очень похожи на то, что мы видим вот в этих ранних источниках. Так, я вижу, я вижу, с тем же успехом можно соотнести пресса о немцах в Бельгии в 15-м году, особенно через Польшую. Можно? Можно. Это все правильно, но вопрос в том, что вдохновило Иринбурга и что вдохновило Симонова писать стихи так, как они писали. То есть, читали ли они немецкую прессу, если это так, то почему все это появляется только в 42-м году, а не, скажем, в 41-м. Где ситуация? Ну, в общем, об этом можно поговорить, я сейчас только мысль закончу, и мы начнем дискуссию с вопросом. Вот это моя первая мысль, не знаю, насколько она правильная, нет, я еще на ней думаю. То, что мне кажется важным здесь, это даже не столько, мне хотелось бы подумать о том, как нам, историкам, и нам, литературоведам, перестать воспринимать народную культуру, как культуру, которая обязательно, как бы, на которую обязательно влияет такая высокая литература, то есть произведения созданы людьми образованными, людьми, которые знают, как захватить интерес людей, как как бы их впечатлить. Вот. Мне кажется, что вот именно в процессе изучения источников, созданных стихов, созданных во время войны, у нас есть возможность понять, как происходит процесс взаимовлияния этой культуры. То есть сначала появляются такие вот самодеятельные стихи, самодеятельные песни, потом они перерастают в более профессиональную культуру, а потом эта профессиональная культура уже возвращается к самодеятельным авторам, но немножко в другой форме. И вот этот процесс влияния вот этой риторики на идиши, от погромов и как он перешел в русский язык, мне кажется, о нем стоит подумать и о нем стоит поговорить. Более того, значит, вторая тема, которой, мне кажется, интересно подумать об этих стихах, это то, как происходит вот эта трансформация советско-еврейской культуры во время войны. То есть, ну, мы часто говорим о том, что до войны евреи не ощущают себя и не считают себя как-то отличными от других советских людей, и после войны у разных людей в разное время начинается трансформация понимания, что такое еврей. То есть, некоторые во время службы в армии, некоторые во время дела врачей, но мы о этом говорили в прошлый раз. И вот эти песни и эти стихи, они дают нам возможность понять, как происходит вот эта трансформация под немецкой оккупацией. И вот этот вот текст, который люди пишут, что до войны мы были счастливы, а во время войны мы стали юды, это не значит, конечно, что до войны они были счастливы, и все было хорошо, не было антисемитизма, но это значит, что вот это слово юда и слово евреи, они начинают ассоциировать с негативным именно во время войны. И ассоциируют его с немцами, а не с советским правительством, которые там начинают политику антисемитизма и все. И то есть это дает нам возможность посмотреть на такую комплексную картину того, как разные евреи в разных местах СССР, как происходит, как меняется их идентичность, как меняется их культура. И вот то, что мы считаем, что негативное понимание слова евреи, она в основном появилась в послевоенные годы, здесь мы видим, что вот именно под немецкой оккупацией, оно появляется в 41-м году, когда человек понимает, что он юда, и это ассоциирует с негативами и с немецкой армией. И это только для тех, кто были в оккупации. Тех, кто служил в армии, советский источник, тех, кто был в эвакуации, советский источник, тех, кто во время войны об этом не думали, ну, мало таких, но было, во время дела врачей. То есть, у всех какое-то время появляется негативная ассоциация с словом еврей, без исключения. Но у тех, кто был под немецкой оккупацией, она ассоциируется с немцами, а не с советским правительством. Я думаю, что вот такое подробное изучение, подробный анализ этих стихов дает нам возможность подумать и подумать об этих вещах и это, я считаю, самое главное, не выкидывать эти стихи как важные исторические источники. И вот я сейчас это говорю, и может быть, кто-то думает, никто их не выкидывает, но если мы начнем смотреть на том, как пишутся книги по истории того времени, как пишутся книги про Холокоста, как пишутся все эти, работы, в том числе и литературоведами, и социологами, и политологами, и историками, то ни в одной книге эти стихи и эти документы не цитируются. При том, что все эти архивы, и все, что я вам показала, это все находится в совершенно открытом доступе, не было никогда засекречено, никогда не было под каким-то сомнением, но тем не менее, ни историки, ни литературоведы не любят эти документы, потому что их очень сложно понять и изучать. Но я считаю, что без них написать полную историю, или хотя бы более полную историю еврейского опыта во время войны очень сложно. И на этом я заканчиваю свой монолог, и если у вас есть какие-то вопросы, я буду с удовольствием на них отвечать. спасибо. Вопрос прислали по почте. В каких архивах хранится информация Кабинета еврейской культуры? Что там есть касательно функционирования самого Кабинета во время войны? Значит, архив Кабинета хранится в библиотеке Вернадского в Киеве в отделе рукописи, и он там доступен. Есть некоторые материалы в Санкт-Петербурге в Институте культуры, там хранятся некоторые черновики песен, собранных во время войны, но рукописные, более полные документы есть в Киеве. Более того, там хранятся и бюрократические документы, переписка с новым еврейским музеем в Вильнюсе, который хотели создать, но даже создали, но очень мало просуществовало сразу после войны, и переписка Береговского с теми, с композиторами, которых он искал, они написали музыку к этим песням, но так как кабинет закрыли, и потом всех, кто там работал, посадили, и Береговского, и Спивака, который потом умер в тюрьме, то многие эти проекты не завершились никакими публикациями, но все документы, они все находятся в открытом доступе на Идише. А архив Ильи Иренбурга и архив Антифашистского комитета, значит, Антифашистского комитета находится в Гарфе, в Москве, и в Ядвашеме, и архив Иренбурга точно находится в Ядвашеме, по-моему, копия есть в Вашингтонском музее Холокоста, но где-то в России тоже есть, но это я точно не знаю. Спасибо вам. Ну, я не вижу никаких пока больше вопросов. Я могу, конечно, еще полчаса поговорить, но не буду вас этим и не буду вас этим задерживать. Вот, но если какие-то есть вопросы про Идиш, спасибо вам, про Идиш или про эту теорию и про Иренбурга и Константина Симонова, я рада всегда ответить и ответить на имейлы. Душесчипательно. Спасибо вам. Значит, я разъединяю.